А знаешь, бывает так, когда люди прям страдают, когда они находятся одни, они прям стремятся попасть в отношения. Какие вот бывают варианты, то есть почему люди там стремятся к этим отношениям? Может это травмы какие-то или что? Ну, конечно. Часто бывает так, что вот это психотравматичное прошлое человека создает вот эту бессознательную основу для того, что человек начинает ожидать, фантазировать, ждет, что отношения – это то, что исцелит или спасет от вот этого неблагополучного прошлого. То есть есть такая фантазия, что мой партнер должен меня вылечить. Ну, конечно, это только фантазия, потому что взрослый партнер, чем он может помочь? Он не психотерапевт или она не психотерапевт, он не может, или она не может спасти взрослого человека, помочь, поддержать – да. И получается так, что, как правило, люди очень точно, интуитивно, бессознательно находят себе партнера в соответствии со своим прошлым, в соответствии со своими ожиданиями, начинают потом вот так вот, как ключ в замке, друг к другу подходить, проворачиваться, и какой-то цикл воспроизводится вновь, вновь и вновь. То есть, например, это одна из ситуаций, когда у девушки, ну, был папа, да, все было в порядке, но у нее была фантазия, что папа должен, допустим, исполнять все ее капризы, все требования, он должен быть каким-то вот таким, а он не был таким, да, он был таким, какой есть. У нее есть вот это вот, что мужчина будет наконец-то, или отыграет наконец-то роль того папы, которого у меня не было, и на каждого партнера накладываются эти ожидания. Естественно, что взрослый человек не может быть родителем другому человеку, кроме как своим детям. Это сильно отяжеляет отношения, отягощает их. И мужчина, конечно, недоволен, он может не понимать, в чем дело, почему он так сильно реагирует, а потому что это то требование, которое он не в силах выполнить, он против этого протестует. Тогда девушка продолжает, она его обвиняет, и разыгрывается обычный какой-то семейный сценарий, и отношение так вот превращается в вяло текущий или бурно текущий продолжительный конфликт. Или другой пример, например, девушка хочет убежать из своего дома, потому что ей дома невыносимо, не те условия для жизни. Но в ее голове, в их семейной культуре разрешение на то, чтобы уйти в самостоятельную жизнь, заниматься своими делами, возможно только через брак. Поэтому она быстренько выходит замуж, часто и беременеет. И как только, вот здесь парадокс, она вступает в брак, она получает это самое разрешение внутри себя, основания для того, чтобы брак продолжался, исчезают. Ну и мы получаем то, что мы получаем. И потом это расхлебываем. Вот так.